И Сына, и Святаго Духа. Ваше Высокопроисвященство, дорогие отцы, братья и сестры. Сегодня наши сердца любуют вновь о Преблагословенной Владычице нашей Богородице Пресадею Марии. Сегодня торжественное собрание всех нас возносит наши умы к Преблагословенной Владычице благодаря ее за великие милости, за те, которые проистекают всегда по роде христианском. Заступница усердная Мати Господа Высшего. Так молит Святая Церковь, возвеличивая и прославляя Преблагословенную Владычицу и именуемую икону Казанскую, в честь ее посвященную. Событие прославления этой иконы возводит нас к далекому XVI веку. И именно в 1579 году, 8 июля по старому стилю, была обретена эта чудная икона. И по словам старца Кирилла Павлова, архимандрита, не почившего, здесь хотелось бы сделать маленький акцент. Все мы прекрасно знаем историю явления иконы Матери Божией в Казанской. Но хочется сделать такие маленькие размышления о том, что Матерь Божия является тем, кто ищет Господа чистым сердцем. И не даром явление этой иконы было открыто от раковицы Матроне, которая в сонном введении троекратно видела Преблагословенную и услышав ее повеление, со своей родной матерью пошла на пепелище отыскивать эту чудотворную икону. И вот Матерь Божия явила великое чудо, потому что как только начали раскапывать пепелище, они обрели чудную икону Преблагословенной Владычицы. И таким образом весть о явлении распространилась по городу Казань. Таким образом укрепляя тех христиан, которые в какой-то момент впали в уныние и, может быть, в малодушие. Потому что, хотя и 25 лет Казань уже была взята великим царем Иоанном Брозе, но тем не менее в Магометане пытались обвинить христиан. Даже говорили так, вот смотрите, что из-за христиан даже Кремль Казанский был сожжен. Но тут-то Матерь Божия и показала свою любовь и защиту всего христианского мира, и людей Казанских. Таким образом, обретши икону, слава Бога Матери, распространилась не только на Святой Град, но и по всему миру прославляется эта Преблагословенная икона. И мы с вами, дорогие братья и сестры, вновь и вновь обращаем свои молитвы к Матери Божьей, потому что и в нашем храме есть чудотворная икона Казанская, и даже один из пределов нашего собора устроен в честь Преблагословенной Владычицы. Так чем же заключается ее великая любовь к роду христианскому? Мы все прекрасно знаем, что она явилась не только Матерью Господа, Вышнего, но и явилась защитницей всех христиан, которые почитают ее, благословляют ее и просят, чтобы она не оставила своей милостью из всех нас. И стоя у святой иконы Преблагословенной Владычицы, будем спрашивать ее милости, благословения, чтобы она не только даровала эти благодеяния, но прежде всего и укрепляла нашу веру, нашу любовь к Спасителю, дабы мы прославляли и возвеличили Преблагословенную Владычицу. Заступница у святой Матери Родных Христианского, спаси души наши, аминь. Спаси Господи Вас.